Всем привет! Компания Ингзап. Работаем в условиях самоизоляции. Мишка, привет! Как дела? Нормально? Что делаешь? Муфты снял. Сейчас жалуется отечка. Давай посмотрим. Течет она из подсальника. А сейчас мы поймем, почему она течет из подсальника. Потому что здесь вареная чашка. Вареная? Она, наверное, криво свареная. Да, она, наверное, криво сваренная. И поэтому она течет. Потому что именно, вот если он видит... Миш, откуда ты к нам прибыл? С дома. Доело дома сегодня. А где твой дом? Дом? Да. Подмосквавья? Не, ну подмосквичен ты стал совсем недавно. А так вообще откуда? С Белгорода. С Белгорода? То есть из Плодгородской области. Понятно. А слушай, ты же из-за родины Кокорина, да? Кокорин ваш? Да. Валуйки. Они нас. Мы его. Содержит все валуйки на вас, да? Да, да, да. Давай посмотрим, что там у нас. Ну смотри, гаечка все подтянута, да? Что-то люфтит. Да не, мне кажется, надо разыграть, посмотреть все-таки это. Миш, ты же у нас спортсмен, да? Да, по крайней мере. Не пьешь, не куришь. Согласен. Слушай, ну так, венца-то можно хоть спортсменам иногда позволить? Или ты по водочке? Я вообще не бухаю. Вообще? Не, при чем здесь бухаю? Выпей, выпей. Не вообще? Снова совсем. Ну когда последний растет? Сотка-матрошка, балалайка. Эй, 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 эй. Может месяц у нас. Ты вообще говоришь, не пухай. Понятно. Ну что, тебе нравится у нас работать? Не обижаешься? Охуенно. Можно без масла, мы же людям это показываем. Ну ладно, что там, все устраивает. Не обижаешься? Ну нет, один есть такой человек, который там... Ну один, понятно, всегда есть, да. Который сейчас снимает данный момент. Ложка дёхи в бочке мёда. Ну ты сейчас, ну рассказываешь людям, конечно. Нет, все нормально. Коллектив дружный. Веселый, главное. Без юмора никак. Да. А если кто юмора не понимает, ну это его уже проблемы. Ну короче, ты фитнесы закрыли, ты дома, короче. Устал от жены, как все, да? Нет, от жены не устал. Почему сразу от жены устал? Я не понимаю тех людей, которые устают от жены. Значит, ты хуево всю жену выбрал. Ой, когда все это кончится? Никогда. Понятно, но у тебя просто нет еще детей, понимаешь? Поэтому это такие умозаключения. Вот когда будут дети... Ты достал, я сломаю твою систему. Не сломаюсь, что мы делаем сейчас? Так, что, давай помоем это для начала. Давай. Здорово, Мишка. Что делаешь? Компьютерку. Да какой он, одиннадцатый год. Да нулевой. Ну, одиннадцатый год, если спросишь у хозяина, сто процентов. Что, Мишель, как дела? Сейчас получше, чем было до этого. Что, изоляция как происходит? Изолирована. Слушай, ну... Так, датчик кислорода банк один, датчик два. Да не, не, не. Это, конечно, всем нам неинтересно. Неисправность IP, датчика положения распредвала. Ну, это тоже... Ну, это все подвижный. Я понял. Слушай, ну а что, выходные, ну, как бы... Когда думаешь, что в Xbox, да? Как все? Фу. Нет, конечно. У меня PlayStation. Даже, короче, нормальный пацан я Xbox не беру. Да кто, конечно. PlayStation это вообще для лузеров. Xbox это сила. Ну, это все владельцы Xbox, так говорят. Возможно. Не отрицательно. Не отрицательно. Футбол, да, играешь, короче? Конечно, футбольчик. Ну, что, давай. На чужого циклин. Мафию фигачил. Что сказал? На чём циклин? А у него там по двигателю куча ошибок. Но это его не волнует. Сказал, короче, у меня тут это... Полный привод не работает. А тут что-то какая-то внутренне ошибка EMC. Напряжение батареи. Низкая неисправность напряжения зажигания. Ну, короче, это... Хороший набор. Странные ошибочки. Ничего не скажешь. Я понял. Ладно. Попробуем в ОБСе посмотреть. Будем смотреть, да? Да. Давай. Первым делом вымываем, да? Что-то самому приятно не было. Я понял. Так, для чего помыли-то, Миша? Объясни людям так, вкратце. Ну, что-то самому приятно. И чтобы всё чистенько, и чтобы туда ничего не попадало. Хотя мы ещё это будем вымывать от чистоса. Ну, сейчас мы это всё вам покажем. Не будем это ничего показывать. Миллион видео про муфты. Просто так показываем, как вкратце с жизни происходит здесь. Да, 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 да. Втихаря. Ну, отмокает, моется тут специально на химии. В химии, не буду рекламировать контору. Поставляется уже не первый год. Это для мытья двигателей. Она такая ветчевая. Отмывает все масляные потёки, грязь. Понятно, что сейчас он помоет, чтобы разобрать, чтобы всё было чётко. Агент Малды. Да, скалит. Так, ну и что, до чего додумались? Посмотреть вниз, да, наконец-то? Да. Не-не-не, не встал, не встал. Вот это, вот это, вот это. Я сто раз так делал. Тысячу, да? Есть один нюанс. Смотрите, вот он раз. Видно вам? А вот он второй. Вам видно, думаю, на камеру что. И за счёт вот этого бугорка, видите, они пытались зашлифовать. Не знаю, камера передаст вам или нет. Это ключи есть. Да, вот он прямо пальцем чувствуется. И за счёт этого бугра потекает сальня. А так, в принципе, заварено круто. Ты знаешь, слово запедренное, это относится к мату или это просто описывает то, что эта чашка, она не совсем уже теперь получается работоспособная, да? Теоретически она работоспособная, но масло… Практически течёт? Да. Плохой ты диагноз, Мишель. А так, а состояние муста, ты что, нормально? Не, а так, да, масло в ней меняли. Я вот езжу на Peugeot. Не жужжу. Нет, видите, диски, да, всё, целая. Полный привод есть, всё работает, но кроме вот этого нюанса. Кроме того, что течёт. Да. Да, понятно, ладно. А так, пофигу, в принципе, ездить можно. О, сопля какая-то висит. Это что у нас, датчик угла, высоты подвески. Но это не оно, нам не интересно. Думаешь? Ага, нам вот это вот интересно. О, нашёл. Нашёл, что там? Прям вообще сразу, только первым летом. I love you, baby. Давай, снимай эту фишечку, будем чинить. Вот он, так выглядит, гений. Казанула. Слушай, ну тихо, тихо, чё же. Мишель, чё делаем? Пытаемся муфту восстановить. Короче, есть у нас подразделение токарь, мы до него докопались. Евгений, скажи привет. Здорово. Хотим, короче, тачку эту. Поверхность, где подсальник там ходит, где у него наварено. А сейчас... Ну чтоб человек не покупал его чашку. Да ну вот чашку её отдельно не продают. Она готова. Мы сейчас с резцом попробуем пройти и убрать бугорок, который... Сейчас сначала выставим, посмотрим, что показывает. Не-не-не-не-не, мы только за, Евгений. Никаких этих, так сказать, началось золото. Слушай, а мы можем кольца вытачивать, обручальные? Всё, можно. Ну всё, обручальные кольца. Даже Жеки, чтоб дали переодеться. А ничего, переодеваться, рабочие деньги же. Полным ходом мы его выловили на полпути. В общем, тачка на прокачку. Ну что, Мишель? Смотри, два ЧПД его. Анатолий, Егор. Скажи привет. Походу, блядь, этот нахуй. Успеха не будет. Аквамен, блядь. Печник с большой буквы П. Анатолий, вы не отказываетесь это комментировать, да? Нет, я просто лично заболел это дело. Да, да, да. Всё, да? Ну мы стали его искать. Искать, потом в Величко пошёл. Я говорю, надо в печку. Пришли в печку, а вон, блядь. Я понял. Наслаждается. Слушай, это. Как у тебя проходит изоляция? Расскажи для подписчиков, хоть им интересно задают вопросы. Что изоляция? Отлично проходит изоляция. Не болеешь, как и здорово? Да, все здоровы, не болеем. Что у нас откуда, с Долгопрудного, да? Ты Долгопрудного? Да, Толяну можно выхватить в Долгопрудный. Ну, якобы заявлено, что 90 больных в нашем городе. Ну, пока не 90, да? Не знаю, все ездят, все ездят. Я понял. Ходят, работают. Ты с конфетками решил? Да, я буду, наверное, с конфетками. Вот, конечно, у всех из всех срок годности, но жаль пропадать. Они так аппетитно выглядят, поэтому я вот на этот кексик положу конфетку сверху. И съешь, да? А что, у меня ядовитек, она и есть шоколад. Я тоже, мужик, хочу шоколад, ведь. Зато голубь есть, мне тоже надо шоколад. Я тоже хочу шоколад. Я тоже хочу шоколад. Приятного аппетита тебе. Да. Короче, достали нашего, видите? Бум. Стрелочки. На 10 соток. На 10 соток, да? То бишь, они не дошлифовали. Нет, именно где сварка, получается, у него этот бугор. Я понял. Нужно убрать бугор. Женя, член Академии наук. Токарный. Он хоть это сил какой-то. Да, да, да. Ну что, мы сможем это сделать? Да, и здесь тоже умнее животное. Да, да, есть. Две точки. У него две точки и краешек, видишь, из-за этого. Ну-ка, и что это пастук уже? Или ты дождь вызываешь? Ты шамался. Ты шамался. Чтоб более-менее ровно крутили. Я понял, зачем ты стучишь? Выравниваешь, чтоб меньше. А, понял. Короче, ты готов, да? Смотрите, видите, что случилось? Это Соренто у нас XM. На стеклах 10, ну, вообще, 11 год. И у них часто бывает, вот, высветилась ошибка у нас, что? Внутренняя ошибка и ошибка еще чего-то неизвестного, короче, как правило. Я так понимаю, помощь для спуска с горы, потому что, блин, муфта должна сработать. Вот, видите? Да, она как раз и помогает. Стоит внизу, ничем не защищено, даже отсюда видно, он окислилась. Что делает, Мишка? Что ты будешь делать, Мишка? Сейчас будем что-то делать, что-то. Сейчас что-нибудь придумаем, будем что-то делать. Либо разъем поменяем, либо этот провод обратно припаяем. Либо, может, ты это, слышишь, в пакетик замотаем, там прикрутим и скажем, ну, неизвестно. Я думал, можно клеем приклеить, короче, попробовать. Ладно, давай изобретать по существу. Короче, выбиваем пина, брат. Спасибо, позеленило, ничё тогда. Да, да, да. Вообще симпатяшка. Ну, давай, действуй, сестра. Вперед. Ладно, неплохо. Что происходит, Джим? Пока пробуем, что она говорит. Ужас. Она снимает только вот этот богорок? Снимает, потому что она поведенная. Ну, было 10-3, я больше никак не доставлял. На сальнике перестанет печь? Посмотрим сейчас. На сальнике можно и пружинку утянуть. Да, пружинка, она-то белая, потому что она тревая. Там прям видно было. Главное, сейчас убьют. Сейчас посмотрим. Сварка плотнее. Сколько? Три сотых? Три сотки. Теперь что, будем надеяться? Ну, уже перехода такого нету. Ну, нету жёсткого, конечно. Она-то не сильно текла. Ну, давайте пробовать, что? Вариантов нет у нас. Она ещё могла вот через эту вот точку течь. Понимаешь, тоже, видишь, вот здесь вот. Её убирать, она глубже сидит. Сейчас уйдёт ещё 6-7 сот. На точку заполировали, да? Ну да. Ну всё, что? Ну что? Поехали собирать обратно. Либо она из-за точки текла, либо она из-за сварки текла. Тоже надо забрать. Так. Один убрали. Совет директоров. Если есть возможность ещё снять, давай начисто снимем. Не, ну нету возможности снимать. Нету возможности. Нам надо просто плоскость. Ну не плоскость получается. Поверхность, чтоб она ровная хоть была. Ну что, Мишель. Поехали собирать. Хорошо. Что было? Что стало? Ну короче, мы тут. Провод у нас отвалился. Это мы видели. Прям под корень вообще. Очень херовая ситуация. Сложный такой ученик. Ничего не меняет. Короче, хотел поменять разъём. Но, естественно, попробуй найди такой разъём. Он же тут в каждом углу валяется. Естественно, не нашёл. Но нашёл пин. Вот эта, короче, стучка, которая прям туда защёлкивается. С кусочком провода. Он там чуть не подходил, но мы его переделали и сделали. Смотрите. Всё как родное. На термоусадовку посадили. Короче, всё будет работать, да? Всё. Прям сейчас щикру туда. Ты нудли прям до невозможности. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мишель, миллион видео. Что вкратце скажи, пожалуйста. Что тут? Да нет, всё. А что? Сейчас переплотним. Крышку тоже сняли на всякий случай. Хоть она была переплотнена. Сальник целый. Эту шлифанули. Диски тоже в хорошем состоянии. Сейчас всё это моем, чистим. Заливаем новое масло в неё. Вот сама мокта. Вот эту крышку сейчас тоже переплотним. Видите, как она была? Она уже переплотнённая. Здесь уже герметик стоит. Ну, на всякий случай тоже. Собираем и... Время покажет, да? Получается, тут пока не поставишь, ты не поймёшь, будет течь или не будет. Если будет течь, то надо будет менять именно вот эту чашку. Попытались что-то сделать. Да. Ну что ты, давай, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приезжайте. Записывайтесь, да, ко мне. Кто на спорте. Кто на спорте не курит и не пьёт? К Мишу. Да нет. Не точно ко мне, можно ко всем. Мы все тут. И милость не держат. Давай, спасибо, что уделил нам время. Ладно, Мишель, давай, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, целуйки, задавайте вопросы, записывайтесь ко мне. У меня кодовая кличка Печник. Давай. Помаши рукой, скажи пока-пока.